Рождественская звезда или пуансеттия, но истинное название, так сказать, по паспорту у этого цветка – молочай красивейший. Это действительно очень красивое эффектное растение, которое мы ценим вот за эти яркие листья. Многие считают, что это цветы пуансетти, но нет, цветы у нее достаточно скромные, а вот эти яркие листья называются прицветниками. Многие думают, что это растение, так сказать, одноразовое, то есть когда оно отсветает, люди его выкидывают. Но это растение может прожить у вас долгие-долгие годы при правильном уходе. Что любит молочай красивейший? Он любит свет, но свет не должен быть прямым, свет должен быть рассеянным. Молочай красивейший предпочитает прохладные условия содержания. В идеале, если температура воздуха не будет подниматься выше плюс 18, а лучше плюс 16 градусов, и тогда вот эти вот прицветники будут намного ярче. Полив пуансетти предпочитает умеренный, то есть переливать растение ни в коем случае не нужно, но и не доливать, пересушивать тоже не нужно. Следите за поливом. Если увидели, что в поддоне скапливается вода, обязательно ее нужно слить. После цветения пуансетти начнет сбрасывать листья. Пугаться этого процесса не стоит, тем самым растение показывает, что оно готово к периоду покоя. После того, как листья будут сброшены, вам необходимо обрезать растение приблизительно на 10 сантиметров, ну, либо оставить на каждом побеге 2-3, максимум 4 почки. После этого мы сокращаем полив, но совсем его не прекращаем. То есть мы сокращаем по мере подсыхания земляного кома, мы немного-немного поливаем растение. И убираем его в прохладное место, убираем подальше от солнечных мест и ждем весны. Весной, в апреле пуансетти начнет просыпаться. Вы увидите, что у нее пошли новые побеги, может быть, даже появились листочки. Выставляете вновь на рассеянный свет, начинаете поливать, ухаживать за растением. В этот период, после периода покоя, вы можете растение пересадить в больший горшок. Ну и напоминаю, что лучше всего пуансетти или молочай красивейший чувствует себя в прохладных условиях. Это приблизительно температура плюс 16, плюс 18 градусов. Когда на растении появятся молодые сильные побеги, желательно сделать обрезку. То есть оставить 3-4 самых сильных побега, остальные обрезать. Всю весну, все лето вы ухаживаете за вашим растением, можете дать подкормки. Приблизительно начиная с сентября вы уже можете стимулировать растение к цветению. Как это сделать? Можно дать обработку цирконом, либо по стволу, либо полив. Можете снизить температуру воздуха. Плюс 12, плюс 14 градусов, это опять же будет стимуляция к цветению. Пуансетти – это растение короткого светового дня, поэтому оно зацветает. Если получает солнце, не больше 8, максимум 10 часов в день. Если вы все сделаете правильно, то уже к декабрю месяцу у вас появятся вот эти вот яркие прицветники, и ваше растение вновь порадует вас, так скажем, новогодней сказкой. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова